11.05 в Кирове, это среда, и сегодня в дневном развороте рубрика Урбан. Урбан. Программа о городских проектах. Добрый день, добрый день. Ведут программу сегодня Светлана Занько. Добрый день. И Владимир Смитальев. Да, мы приветствуем вас. Мы надеемся сегодня на такой очень насыщенный и активный эфир, потому что тема, ну, очень серьезная, очень звенит, звучит в последнее время. Давай сразу представлять наших гостей и обозначать, собственно, да? Да, ну, как всегда, у нас Виталий Брам, Багир Шарифов и Шамиль Бузиков. Все это представители рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. Можно всем поздороваться. Добрый день. Добрый день, друзья. Доброй дороги. И сегодня мы наше внимание сосредоточим на ремонтирующейся сейчас дороге Киров-Русской. Как и обещали. Да, но мне, кстати, знаешь, обидно всегда бывать за жителей других населенных пунктов, которые находятся на этом направлении. Садаковский, Костина, Бахта, Болезинщина, Вересниковщина и так далее. Ну, как звучит-то? Русская. Киров-Русская. Это бы в Россию куда-то, в матушку дружить. Русь, матушка, Русь. Давайте так, 211-101 номер телефона прямого эфира, 211-101. Я сразу сориентирую наших слушателей на 11.30 по приему звонков, да? И дальше можно будет во втором части тоже звонить. И еще хочу вас направить на наш сайт Ахакирова.ру и в нашу группу ВКонтакте, где размещен опрос. Дороги в Кирове следующей весной. Какими будут? Выбирайте свой вариант ответа, голосуйте. Мы будем в течение программы его озвучивать. Ну и сразу же, да? Картинку будем рисовать. Мы сейчас попросим нашего редактора Анну Лапшину набирать Владимира Маматова, коммерческого директора издания «Репортер». Он еще в прошлую пятницу очень рвался высказаться по поводу ремонта. Он живет в Костино. Сразу же поясним. Мы сейчас хотим его... Поздравляем его, пользуясь случаем с рождением дочки. Да, кстати. Четвертого ребенка в семье. Да. Набираем. Мы его набираем. А прежде мы хотим сказать, почему мы обещали нашим слушателям эту программу. Потому что очень было много нареканий на эту дорогу. Сначала, когда мы здесь встречались с господином Менькиным, который отвечает за дорожное строительство в городе Кирове, мы сказали, что мы сейчас ничего не можем сказать про дорогу Киров-Русской. То ли ее делают, то ли ее не делают. Как ее делают? А потом посыпалось в соцсетях множество комментариев о том, что происходит, собственно говоря, с этой дорогой Киров-Русской многострадальной. Дорога идет, кроме всего, к знаменитому месту в Башарово, где проходит вот этот слет бардов Гренландия. И каждый год туда тысячи людей съезжаются. И каждый год они по этим буеракам туда добираются. Ну, собственно, что им там бардом? И каждый год звучит предложение, почему бы организаторам не скинуться, не поучаствовать. Да, да. Но организаторы дождались федеральной программы, которая вот сейчас... Олег Дарьяныч, где вы? Вы нам нужны. Ну, давайте напомним, что это протяженность 21 километра, да, примерно. 20 с небольшим километров. И это самый крупный лот, да? Да? Виталий, поясни. Смотрите, значит, мы в этом году имеем бюджет 1,9 млрд на ремонт дорог в городе. Из этого 1,9 млрд было выделено два самых таких жирных крупных аукциона, контракта. Один изначальная цена, начальная 426 миллионов, в результате которого конкурентные торги, которые произошли впервые в истории дорожного возраста в Кирове, цена упала на 18% до 350 миллионов рублей подрядчик Гордор Мострой. Второй лот, второй аукцион, крупный на 390 миллионов, отошел компанией АРПТ Москва. В этом аукционе почему-то никто туда, кроме москвичей, не заявился. Ну, мы об этом уже говорили, да. Да, ну, вот как раз-таки из 390 миллионов 240 – это Киров русская. То есть это очень важное направление и самая такая большая сумма лота из всех. Практически пятая часть от общей суммы в рамках федеральной безопасной дороги. И почему-то мы видим отношение к этому участку самое такое… Самым достойным подостался, наверное, этот участок. Внимательное. Я не хочу поделиться, как вы. А где сейчас, вот именно, поясните, где идет ремонт для тех, кто туда не ездит, не бывает? Он на всей протяженности? Нет, после метра начинают сразу, так сказать, оттуда идти, в одну сторону. А, на запад? На запад от города они… Уже сделано около километра. Сколько? Около километра. 700 метров было, так сказать, пару дней назад, около километра, я думаю, из 21 километра. А сроки там озвучивались какие изначально? Сроки… К середине июля уже должно быть все готово. Ну, я привык смотреть документы, бумажки, там написано до 20 октября по всем контрактам. То, что там какие-то были согласования и так далее, может быть, устные или письменные, но это, опять же, дополнительное согласование. Мы смотрим контракт, там есть время у подрядчика до 20 октября. Времени предостаточно, в общем. Ну, относительно, смотрите, это сейчас июль, август, сетябрь, половина октября. Вычитаем из этого дни, где будет дождь, сырость, влага и все прочее. То есть, там погодные условия не будут позволять работать. Считывая погоду, вообще все вычитаем. Ну, 60 дней, я думаю, в реальности максимум. Можно посчитать. Около 600 метров вполне возможно сделать там за определенный период. Сколько? День? Два? Если разделить на… За день. За день. Есть звонок? Владимир Маматов обещанный? Это Владимир Маматов, да. Владимир, приветствуем вас. Да, привет. Ждем вестей из полей. Давайте так скажем. Владимир живет в поселке Костино, всем известном, как раз, я бы сказала, там, в первой-третьей этой дороге. То есть, непосредственно у дороги, да? И этот человек точно ждал ремонта. Я точно знаю, то есть, да, это редчайший случай, когда ненормативная лексика у меня возникает каждый раз, когда я по ней еду, это первое. Второе. У меня жена, слава богу, родила в воскресенье, но она в пятницу ехала в роддом, да? Ехала полшестого, а оказалась в роддоме полдевятого. То есть, грубо говоря, три часа она ехала по этой дороге только потому, что городская администрация не выдала распоряжение ГАИ для того, чтобы это регулировать. Я дозванивался до ГАИ, они развели руками, сказали, ну вот у нас нет распоряжения администрации, мы не участвуем. А ребята, которые ее строят, они просто делают так, как бог на душу положит. Это первое. То есть, организация, работа, ну, в паде того, что эти люди просто не интересуются жителями, мне понятно уже поэтому. Это первое. Второе. Они не интересуются результатом своего труда. Почему? Они сначала кладут известной щебень месяца назад, его вымывают дождем нахрен, я извиняюсь. Значит, через месяц они ставят пашки, ходят, изображают работу, дождь вымывает, все это проходит месяц. Потом с таким же умными лицами они ходят, опять втыкают пашки, опять кладут щебень, опять задумчиво очень, неспешно. Все это на глазах у людей, которым по этой дороге ездить. Потом они начинают к лощебень, который непонятно там количество, чего остального. Кое-как они делают там 100-200 метров из 8, по-моему, километров дороги, хотя обещали сделать вообще все к 20 июля. Это и Васильев обещал, и Менькин обещал, было такое дело. Значит, дальше. Они, мало этого, они, видно это, я не выкладывал это в фейсбук, мне лень было фотографировать, сейчас жалею, что лень. Они просто льют гудрон в лужи спокойненько, им плевать на все это. Да, то есть какого качества? Я не дорожник, не строитель, но судя по тому, как это выглядит, это гарантированно простоит год-полтора, потому что дорога зимой вместе с асфальтом начнет уходить. Это не надо гадалки, ходить-то я. Назовем дочку эмульсия Владимировна, в честь этой дороги. Ужасно, перестаньте, Багир. Багир, это ты, да? Да, это Багир Багирич. Багир, ты знаешь, вот эти фразы, я к тебе очень хорошо относился, но эти фразы начинают как-то потихонечку понизать градус моего уважения. И так хочется уже кому-то врезать, да? Вот, 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 ты читаешь мои мысли, да. Значит, дальше вопрос какой-то. Мало того, что гудрон кладется в лужи, это хорошо, да? Это замечательно, это по-нашему чисто, чтобы нифига не выросло. Но, по-моему, в Фейсбуке Булдаков замечательную историю рассказывал о том, они не работают в солнечные дни, там, в субботу-воскресенье, когда по технологии можно, да? И Булдаков озвучивает, он подходит к ним, они уходят, техника выезжает, он говорит, ребята, куда вы? Они говорят, а мы на шабашку. Отлично. Это Александр Булдаков, да? Александр Булдаков, член общественной палаты. Да, это просто прелестно. Вот этот гудрон, это не урегон. И самое главное, я не понимаю, кто там, потому что есть армяне, у них на этих самых, на установках, на катке написано Тигран Великий. Реклама пошла, реклама. Реклама ремонтируют, армяне, не армяне. Сейчас мы выясним это все. Владимир, спасибо большое. Спасибо, но вы там держитесь. Хорошая картина. Ребята, я хочу добавить только одну маленькую скромную мысль. Насколько я понимаю, у нас ГАИ, администрация, дорожники, заказчики, эти деньги федеральные, все существует отдельно. То есть людей, которые бы их объединяли реально и координировали, нет. Ребята, может быть тогда нанять или пригласить тех, кто будет координировать, а тех, кто сейчас выражает, что координировать, их попросить на выход. Вот такая скромная мысль. Спасибо большое, Владимир Маматов, коммерческий директор газеты «Репортер». Житель поселка Костя нарисовал нам хорошую такую картинку. И я хочу только вот что добавить перед первым перерывом. Мы выкладываем, тоже следим за блогом «Делай дороги» и выкладываем у себя на сайте хакирова.ру эти блоги. Так вот, накануне, собственно, комиссии был выложен тобой, по-моему, Виталий, блог. Кто это был? Кто этот человек был с телефоном, который ночью ходил и снимал, что там творилось перед приездом губернатора в субботнем? Я опишу содержание ролика, пожалуйста. У нас участвовали довольно много людей, простых водителей, простые таксисты и все прочее. У нас есть там общий чатик, есть группа, кто готов снимать, что происходит на дорогах, на ремонте дорог и так далее. Как раз-таки один из таких людей, спасибо огромное, скинул данное видео и был ошеломлен тем, что происходит. То есть ночью, до этого в ночь никто никого не видел, а в эту ночь... В ночь с пятницы на субботу? Да, с пятницы на субботу, перед рейдом, где участвовал Васильев, просто закидывают щебень в эти ямы, непонятно зачем, непонятно как, непонятно где. Там, судя по видео, я понял, что это где-то в районе Костина как раз-таки. Конечно, да. На самом деле, я думаю, что это было в районе вот этого отрезка, который не попал в этот участок ремонта. От Ульюции Ульяновской до метро, от которого начинается ремонт. Чтобы губернатор там мог проехать как раз к ремонту. Да, там замечательный, кстати, ролик, не очень хороший язык, поэтому, слава богу, вы постарались, выложили субтитры, поэтому заходите, смотрите на сайте Хакирова или в блогах «Делай дороги». Там прям просто могу процитировать у меня перед глазами. Ребята, где начальник? Ребята, где начальник, старший. А кто у вас старший? Да не знаю. Другой говорит, да уехал по делам. А что вы делаете? Щебень накидываем. А зачем? Чтобы губернатор проехал. Дальше они говорят... Вы же понимаете, что это все сойдет очень быстро. Да, понимаем. Да, просто накидываете, да, и все, и все. Слушайте, хоть бы катком закатали, было бы и то интереснее. Вот такая, да, две картинки, которые мы сейчас нарисовали. Сейчас перерыв одну минуту и снова в студии с темой «Дорога на русское». «Дорога на русское» — тема сегодняшней программы «Урбан». В студии Владимир Сметанин и Светлана Занько и наши гости. Виталий Брам, Багир Шарифов, Шамиль Бузиков, члены рабочей группы по контролю за дорожным ремонтом. Ну вот мы постарались сейчас до перерыва нарисовать картинку, что сейчас происходит. Буквально на прошлой неделе происходит на участке Киров-Русская. Что там делают, как там ездят люди, что там делают рабочие. И остановились на пятнице, на ночи с пятницы на субботу, когда ждали приезда в Рио губернатора Игоря Васильева с большой такой делегацией. И хотелось бы про эту историю, чтобы нам рассказали непосредственно участники. Они сейчас в нашей студии, они нам и расскажут. Потому что мы с Володей кого только не увидели на фотографиях там в этой компании. Там, как она вообще собиралась и с чьей подачей эта комиссия происходила. Чем было это решение? Кто может прокомментировать? Виталий, вы приглашали конкретный вопрос? Или вас пригласили? Или вас пригласили. Вернее, там диалога на рабочей группе и в общественной палате. То есть возникла такая идея. Не знаю, конечно, от кого она исходила на самом деле, но тем не менее, почему бы и нет. Мы всегда рады, но в данном случае это была не наша инициатива, тем не менее. Кто был на мероприятии, Багир? Я даже боюсь, что я всех не знаю по именам. Игорь Васильев, раз. Господин Менькин, который отвечает за дорожное строительство в городе, два. Господин Владыкин был наш мэр, три. Господин Перескоков был наш глава администрации, четыре. Галицких. Галицких, секретарь общественной палаты, впервые поучаствовал в этом мероприятии, пять. Господин Поршнев, новый человек в правительстве, который отвечает за дороги, шесть. Вы там были. Юрий Львович Лемензон, который вчера высказывался здесь тоже в эфире по этому поводу был. И масса там представителей от СМИ. Вот и вся эта большая компания по закиданному щебню, который ночью кидали, чтобы проехал в Рио губернатора, явилась на какой участок? Где вы находились? Чуть-чуть дальше метра. Улицы строителей. Мы пошли потом на Московскую. Посмотрели, во-первых, по строителей качество выполняемого ремонта ГДМС. Воровского в том числе. И там как раз в тот момент, когда мы общались, там молоток стучал. Ну вот работа делает. На что обратилось внимание того же Васильева? Поскольку режим взаимодействия между обслуживающими организациями на самом деле очень низкий, по новому асфальту они начинают дробить, поднимать и так далее. Это Новоровского было? Это было Новоровского. Потом строители подошли на Московскую, посмотрели гарантийку, которая уже поплыла, ее будут выполнять. А потом поехали как раз в Русское. Гарантийка это участок между строителей как раз метра. Несчастный участок, который то ли строился, то ли ремонтировался, то ли нет, и теперь он плывет. Потом пара сотен до 200-300 метров. И он плывет. 400. И вот вы добрались, собственно говоря, до начала, до истока дороги на Русское. Да. Там, собственно, представители общественности, они сделали несколько кадров съемок и подготовили свои вопросы, претензии, которые завтра, в четверг будут выложены мэру. Я не знаю, если будет губернатор, то хорошо. Владыкина, что ли? Или Перестокова. Или главе администрации. Перестокова, главе администрации, да. Вот. И я это оцениваю как, мягко говоря, пиар-акцию, эту поездку. Пиар-акцию кого? Ну, все эти команды для власти, я так полагаю, да. Там их много было. Я также, ну, видимо, да. Вы подозреваете, что это предвыборный ход какой-то? Ну, слушайте, это текущая работа. Это текущая все-таки работа. Текущая работа, да, пересеченная с предвыборным ходом. Я это оцениваю как пиар-акцию. И поскольку конструктив будет в четверг, но это нужно делать. Поэтому примерно так же я ответил. Вот будут дороги, будет мой голос. Там такая была история. Сто процентов предоплата. А, это я, да, это в Фейсбуке вы выложили. Да вы пожимаете руку Васильеву и говорите, готов проголосовать, но сто процентов предоплаты будет по дороге. Я нажал руки всем, кто, так сказать, всем представителям мэра и так далее. Говорил большое спасибо. Я скажу спасибо потом в конце. Вот примерно так. На самом деле это было такое интересное путешествие. Можно посмотреть. Потому что вот Юрий Львович Лемензон, он комментировал, когда Сан Саныч Галиских здесь сидел, особое мнение. Он прям писал смс-ки. Мы с ним разбирали этот рейд на дороге. И Юрий Львович говорил, что мешали даже в процессе комиссии, мешали подрядчики фотографировать то, как они это все ремонтируют. На русском, да, была такая проблема. А что такое, в чем проблема-то, Шамиль? Почему они не дают нам фотографировать? Ну, вы же сами все прекрасно понимаете о том, что некоторые ухищрения, которые выполняет подрядчик, они не хотят, чтобы видели. Какие ухищрения вы там обнаружили? Ну, например, так скажем, неравномерную укладку выравнивающих слоев покрытия. Давайте я еще Шамиль Викторович представлю как доцента факультета строительства и архитектуры ВИДГО. Ну, то есть это не просто общественный, ученый. Вот. Также было оглашено то, что неравномерно промазываются стыки, особенно вертикальные стыки перед укладкой асфальта тоже имеют место быть. Это к чему ведет? А? Это к чему все ведет? Неровный первый слой, неравномерные стыки, нет проливки. При проезде автотранспорта по такой дороге будет наблюдаться следующее. Ее начнет давить, грубо говоря, и возникнет колейность. После этого колейность приведет к тому, что дорожная одежда начнет трещать, она начнет лопаться. Как быстро будет процесс этой колейности? Все зависит от весеннего поводка, от поднятия уровня грунтовых вод, чем, собственно говоря, весна будет более бурной, назовем это так, и поднятие грунтовых вод более высокое, то, соответственно, тем быстрее поплывут дороги. Перепады температур, в том числе и погодные условия. Да, да, да. У нас традиционно в городе Кирове, ну вообще в Кировской области, мы сами знаете, находимся в какой климатической зоне, это специфика, назовем это так. Здесь, следует учитывать следующее, у нас очень так называемая продолжительная весна и продолжительная осень. Это очень плохо, потому что именно в этот период наблюдаются перепады температуры ниже нулевой отметки. То есть днем мы получаем плюсовую температуру и ночью получаем отрицательную. Соответственно, днем все растаяло, появились лужи, водичка у нас затекала во все трещины, там, где они образовывались в дорожной одежде, а ночью, соответственно, она кристаллизуется. Кристаллизуется вода, все мы знаем из курса физики. Расширяется. Потому что она расширяется. Ну и вот расширяется, она, соответственно, и приводит к разрыву дорожной одежды. Скажите, а увеличение толщины асфальта решает как-то проблему? Нет. То есть комплексный нужен подход все-таки, да? Нет, нет, нет. Проблема в том, что мы не ремонтируем основание. Ну, в простонародье вы все знаете слово подушку. Мы ее вообще не трогаем. Это нет ни в диагностике, ни в каких-то картах, ни в дефектных ведомостях, нет ни в чем. То есть если мы посмотрим на дефектные ведомости, которые составляются у нас заказчиком, то мы видим стандартные фразы. Ямочность, выбоины, износ дорожной одежды и так далее. То есть никто даже не думает о том, чтобы там ремонтировать их или там устраивать капитальное строительство дороги. Наверное. Если позволите, вставлю себе 5 копеек. Это, конечно, все хорошо. И все понимаем, что нужно капитально ремонтировать дороги. Смены подушки, всех слоев, все прочее. Организовывая ливневую канализацию. Ну, все конструктивные элементы приводить на нормативное состояние. Но мы живем в реальности. У нас есть вроде бы большая сумма, с одной стороны, миллиард девяносто. На которую можно сделать около ста километров дорог. Как в данном случае происходит. А можно сделать около десяти километров дорог, если делать капитально. Вот и возникает такая дилемма. Если мы сделаем 10 километров капитально, и вроде бы это правильно. Но остальные, это девяносто, а всего нужно сделать порядка трехсот, на самом деле. Приводятся очень скоро, очень быстро в улицу Комсомольскую или проспект строителей. Если мы будем там несколько лет сейчас делать капитально эти дороги. Мы сделаем очень маленький объем. Остальной объем превратится в улицу Комсомольскую. Мы по ней не сможем ездить. Что делать в этой ситуации? Наверное, привести сначала нормативное состояние. Какое-то там проезжие состояние хотя бы этой дороги. Потом приступать очень быстро к капитальному ремонту. Кстати, эта программа о безопасной качестве дороги предполагает данные расходы после 2018 года. То есть за два года. Какие данные расходы? На капитальное строительство? Капиталоемкие работы. Капремонты, реконструкции, строительства и все прочее. По стране предполагает. По стране с 2018 по 2025 год. То есть программа до 2025. Сколько каждому региону достанется, неизвестно. Пока что мы знаем только ближайшие два года. То есть в этом году пришел в сумме федеральный бюджет, областной бюджет 1,2 млрд на агломерацию Киров, Слободской, Кирово, Чепецк. В следующем году вроде бы как ожидается 1,4 млрд. Сколько будет в реальности, я думаю, мы увидим. Хорошо, это замечание такое. Давайте все-таки мы добьем вот эту комиссию, которая в субботу происходила. Вот у всех своя там была роль. Багир Багирович заметил, что было такое ощущение, что все-таки это некая пиар-акция. Ну и слава богу, по крайней мере, хоть посмотреть, что там происходит. Мы очень признательны Игорь Владимировичу за его участие в этом проекте. И мы приглашаем его вновь войти в состав группы членом. Он имеет сейчас такой проект. А он выходил? То, что рассказывал Шамиль, было снято также вами и зафиксировано. И у нас на сайте тоже выложено рейд с главой региона Игорем Васильевым. Как вы там вот это прям руками отрываете первый слой этого покрытия. Это черный щебень. Черный щебень. Обсуждаете с строителями дорожными достаточно или толщина недостаточная. Они говорят, да все нормально. А что вы там мешаете нам работать вообще? Да, и не мешаете, и не лезьте. И, кстати, между прочим, да, может вы мешаете работать строителями? Ну, совершенно верно. Вы говорите, мы им мешаем работать. Точнее, я бы сказал дальше по-другому. Мы мешаем их симулировать бурную деятельность. А глава региона и обе головы города, они видели то, что вы делали? Да. Они видели качество работ? Что они говорили в этот момент? Ну, они говорили, что выводы делали, к сожалению, рано так однозначно. А, то есть вот на месте, когда им указывают, что уже сейчас нарушается технология, они говорят, что рано делать выводы? Да, потому что нужно компетентное мнение одних, других, нужно какое-то решение принимать. И решать-то, когда они собрались весной следующего года? Знаете что, вот мы, хочу еще добавить, Киров Русская, когда мы туда приехали, мы узнали удивительную вещь. А, оказывается, подрядчик, в данном случае компания РПТ, заказчикам заключили док-соглушение, да, то есть по изменению тех заданий. Я могу это прокомментировать. Значит, в тексте технического задания и в смете есть первый равнивающий слой в виде черного щебня. В смете он указан в виде толщины в 4 или, по-моему, 5 сантиметров, мы точно смотрели. Как мы выяснили на месте, что у них есть якобы с их слов, но безусловно, документов не видели, некое согласование с ДДХ о том, что толщина данного слоя не нормируется, она выставляется по факту. Потому что вот тот видеоролик, когда вы видели, когда я отколупываю часть асфальта. Да, там было 1,5-2 сантиметра, не больше. Да, ну там где-то сантиметр, где-то, может, 1,5, даже меньше. Я задал вопрос, ребят, по техническому заданию сколько должно быть, сколько вы кладете? Они говорят, вот у нас есть согласование с ДДХ, мы этот вопрос решили. Я говорю, хорошо, вы что, часть денег-то вернули обратно заказчику? Ну это же экономия, реально, раз вы не укладываете нормативный слой. Они говорят, нет. Я говорю, ну как будем списывать? Я запросил очень просто, я говорю, хорошо, меня на данный момент тогда интересует такой вопрос. Предоставьте мне, ну как общественнику, скажем, путевые листы на ваш транспорт по доставке сюда этого черного щебня. Я хочу просто ослечить техническим заданием. По техническому заданию у них норма 92 тонны. 92 тонны. В случае такого выравнивания вы 92 тонны не освоите. В половину? Да, вы уложите намного меньше. Вопрос, куда денете остальные? На что мне было сказано, вот когда мы все сделаем и все необходимые документы в случае подписания всех форм КС-1, КС-2, КС-3, нам будут предоставлены заказчику. Вот и на этом как бы вопрос закрыт. Давайте вроде поднимать его больше не будем. А директор ДДХ там был? Менькин, да. И что он сказал? Вы задали ему этот вопрос? Он сказал, что он помолчал. Написано у него в инструкции, все будет хорошо. Да. Все? Да. Будет хорошо. Очень вроде записано, когда вы требовали эти документы, чтобы вам показали. Вам пришел там, по-моему, представитель подрядчика и сказал, что они не обязаны вам показывать никакие документы. А вот когда все будет закончено, построено и сдано, кому надо, они предоставят эти документы. Совершенно верно. И в этом случае, с точки зрения закона, они правы. И чем закончилась эта история? Ну, как чем закончилась? Каждый ушел со своим мнением. То есть Менькин сказал, все будет хорошо. Да. Главы города что сказали? Нужно разбираться. Пока рано делать оценки. Да, рано делать оценки. Мы разберемся в данной ситуации. Когда разбираться они собираются? Ну, я так видно понимаю, что уже осенью. Ладно, они сказали, нужно разбираться. Разберемся, оценим. Они сказали, Васильев что сказал? Вы знаете, я бы хотел... Однозначного ответа он не дал. Ну, то есть он сказал, ребята, будем работать, наверное. Он говорит, не надо так однозначно говорить, что вот это неправильно, это правильно. Он не дал однозначного ответа. Три. Дальше. Вы, общественники, что сказали? А мы сказали, берите Шамиля и пусть работают в ДДХ. И для нас это крайне важное обстоятельство. Менькина подвинуть хотите, что ли? Подождите, Менькина. Не успел поработать еще. И хотелось бы поблагодарить Игоря Владимировича за то, что он кивнул и сказал, все, не вопрос, поехали. А мы видели, что там жали руки, да, и он пошутил. Он любит шутить, вы заметили? Ну, с такими вещами не шутят. Я имею в виду, что хорошее чувство юмора у Игоря Владимировича, он не раз анекдоты рассказывал. Вот, значит, а завтра у вас будет встреча по итогам вот этой комиссии. Где? Четверг. Городской министрации. Кто там будет? Все участники, так сказать, этого процесса. То есть ровно все те, кто был в субботу на комиссии, завтра собираются в мэрии, и даже Игорь Владимирович там будет? Ну, говорил, да. Или поршнев. Мы конструктивно подготовим наши замечания и, так сказать, нарекания, и они все, так сказать, с ними ознакомятся и будут уже работать. Все, сейчас реклама, две минуты. После этого у нас будет подключение, и Николай Голиков расскажет, как люди в маршрутке слушали новости о вашем рейде на этот участок дороги. Продолжается программа Урбан, ремонт дороги Киров-Русской мы обсуждаем сегодня в течение, кстати, двух часов. С нами Виталий Брам, Багир Шарифов, Шамиль Бузиков, члены рабочей группы общественного контроля за содержанием, ремонтом уличной дорожной сети, организации дорожного движения. Да можно проще, Брам, Багир и Бузиков. Здорово звучит. Вот это банда, а! Значит, пока мы связываемся с Николаем Голиковым, от которого хотим услышать комментарии по поводу реакции людей на следующий же день, в воскресенье, проехавший по этой дороге Киров-Русская, и людей, которые слушали новости, в этот момент раздававшиеся по радио. И вот Виталий готов... А, есть уже у нас Николай, давай прямо тогда с Николая. Да, Володя? Давайте приветствуем Николая, наш коллега, ведущий «Мужской пятницы», главный редактор журнала «Товары. Деньги. Товар», которого угораздило в минувшие выходные, в субботу как раз... В воскресенье, на следующий день после рейда. В воскресенье поехать за экологически чистым продуктом, да, Виталий Николай? Совершенно верно. Всем добрый день. Да, добрый день, Николай. Итак, да. Да, вот угораздило меня съездить за деревенскими яйцами в поселок Бахта, точнее, в деревне Вишнауловы. Вот. И дело в том, что ведь я, смотрите, я в том году туда ездил постоянно, там, по два раза в неделю, по три. Меня что удивило... По работе. Да, я работал там просто в газете местной. Что удивило, что еще хуже стало за год, да, хотя вроде какие-то ремонтные работы идут. Вот. И сами понимаете, я очень боялся, что мои экологически чистые яйца на этом решете просто разобьются. Мои экологически чистые яйца. Звучит хорошо. Но яйца оказались крепкие, не сушки деревенские, а хорошие девчонки. Но самое смешное, ребят, было вот в чем. Как раз мы, когда ехали обратно, там в салоне радио было включено автобусы. И как раз вот передавали эту информацию о том, что наш уважаемый губернатор провел рейд по ремонту дорог. Посетил проспект строителей, там что-то еще, и в том числе дорогу Киров-Русская. Народ-то затих в салоне, да? Ну, ждут. Сейчас мы услышим, наконец, про то решето, по которому едем. Ну, реально, там все кости отбиты были. И вы знаете, вот когда сообщение-то все прошло, это официальное, он там что-то похвалил проспект строителей, про какие-то тротуары что-то сказал. Все про русское это ждут, а про русское ни слова. И сначала такое тишина в автобусе, а потом, извините за выражение, просто раздался хохот. И вот это было, честно говоря, очень так показательно и обидно. Вот что я хочу вам сказать. Ну, спасибо. Не добавить, не прибавить. Мы сейчас обсудим этот момент. Яйца целые, яйца целые. Несутки, Гюри, Кривенки прекрасные. Все четыре десятка довез. Спасибо, Николай Горьков, наш коллега, был с нами на связи. Ну, вот посмотрите, какая реакция. А почему, собственно? А почему, собственно, не рассказали? Он опять похвалил. Тут хорошо у нас, здесь хорошо. Но ведь он высказывался по поводу того, что происходит в момент ремонта дороги Киров-Русская. Почему? Это в новостях кто-то не... Почему? Ну, мы посмотрим на пресс-релиз на сайте про Кировскую область. Там увидим, что вроде как какие-то рабочие убедили каких-то общественников, что все хорошо. Меня это удивило, на самом деле, текст. Ну, ладно. По факту рейда, то есть хотелось бы пройтись. То есть рейд, он был там час от силы. То есть объективно даже обсудить те проблемные точки было там невозможно. И поэтому мы договорились в этот четверг, то есть уже завтра. 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 В городской администрации, где будут все субъекты, там, заказчики, подарщики, администрация. Обсудить наши претензии или проблемные точки, которые мы обнаружили. Уже мы. У нас есть объективный вопрос. Мы хотим объективный ответ услышать. Поскольку завтра это будет мероприятие? Сейчас по времени еще согласовывается. Так, давайте мы тогда узнаем, а с чем вы завтра пойдете туда. Вот вы говорите, мы соберемся с мыслями, мы распишем наши предложения, замечания. То есть это уже завтра произойдет. У нас есть замечательный Шамиль Викторович Бузиков. Напоминаем, доцент факультета строительства и архитектуры. Глава ДДХ, будущий министр транспорта. Транспорт в Российской Федерации заявляют. В Российской Федерации, спасибо. Спасибо. Так, поехали. С чем пойдете завтра? Ну, у нас на самом деле так-то много что написано. Ключевые моменты. Ну, у нас и время есть. У нас есть еще вторую часть. Ну, я понимаю. Все на самом деле очень много. Давайте извините, пожалуйста, Шамиль Викторович. Я просто нашим слушателям должна сказать, что мы, как обещали, мы можем принять сейчас 1-2 звонка от вас, 201-101, а продолжать прием звонков будем в следующем часе. И напоминаем, что Киров Русская мы говорим об этой дороге. Только Киров Русская. Ну, по Киров Русскому, значит, конкретно. Что бы хотелось? Во-первых, у меня возникает, как у технического специалиста, много вопросов к техническому заданию, которое было составлено. Почему было принято решение со стороны ДДХ делать первый уравнивающий слой в виде черного щебня? Любой толщины? Да. Нет, сначала было указано 4 сантиметра, потом... 5 сантиметров, прошу прощения. А перед этим были сняты остатки того, что раньше было асфальтом? Вот. Вот это ключевая фраза. Хорошо, что вы ее задали. Традиционно подобные ремонты в городе Кирове, если по опыту прошлых того года или других лет вы посмотрите, то традиционно мы ремонтировали как? То есть первое — это фрезерование. Мы фрезеровали старое основание, и на старое основание отфрезерованный слой асфальта укладывали два слоя. Это было практически во всех ТЗ, прописано во всех прошлых контрактах. Все было однозначно. Тут на Киров-Русской мы предпринимаем следующее решение, следующий шаг. Черный щебень, укладка черного щебня, выравнивающий слой, после этого еще один выравнивающий слой, и после этого уже щема, то есть третий слой. Вопрос зачем? Почему мы не стали фрезеровать старое основание? Ведь мы видим и, в принципе, на видео виды, когда мы выезжали с губернатором, то есть мы видим явные ямы, сильные глубокие ямы, эти глубокие ямы у нас засыпаются этим черным щебнем. И после этого дальше выравнивающий слой. Это первый вопрос. Почему изменили технологию? Сейчас примем звонок, слушатели, продолжим. Алло, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Дмитрий, да, буквально несколько секунд, полминуты у вас есть. Да-да-да, единственная реплика. Когда перед сезоном строительным говорили, что придут иногородние подрядчики и покажут, как работать кировским, хотелось бы отметить, что по факту кировские работают лучше. И хотелось бы все-таки отметить и положительный момент. Какие? Быстро. Качество дорог в проспект строителей примыкает. Пожалуйста, сравните. Или дороги, которые сдаются в красном химике. Никакое сравнение качества не идет с московским. Да, мы зададим еще этот вопрос. Спасибо большое. 211-101, еще один успеем принять звонок. Но это потом. Давайте во втором части про подрядчиков, да? Кто-то работает сейчас. Спасибо. То есть, возвращаясь к этому разговору, мы получаем какую-то очень такую вязкую, шаткую конструкцию таким образом. Да-да-да. И вот непонятно, почему было изменять технологии? Почему мы не пошли, так скажем, от традиционной технологии, которая у нас была в прошлом году? И хотя бы понятны последствия, да? Если будет так уложено, то сколько продержится? Да, совершенно верно. А здесь мы идем достаточно, очень интересно. Берем старый слой асфальта, наносим на него вяжущее вещество. Ну, не везде равномерно, конечно. Вяжущее вещество это что? Это ведь черный в основном. После этого укладываем черный битум. Ой, прошу прощения, черный щебень. Слоем, соответственно, по ТЗ у нас 5 сантиметров. Но 5 сантиметров мы не видим. По факту видим 1,5-2 сантиметра. Ну и бог с ним. Вот, что получается по факту. Ну и дальше первый выравнивающий слой, ну и последний второй защитный слой. Почему? Пошли таким путем. Почему бы мы не сделали, допустим, комплексную фрезеровку дорожной одежды на всю ширину проезжей части сплошным слоем? То есть сначала его не отфрезеровали, но и не пошли традиционным прошлогодним путем. Это основной вопрос? Вот, да, который меня на самом деле интересует. Да, потому что сумма денег-то ведь, собственно говоря, говорена за квадратный метр 1200 рублей. Давай еще заметим, у нас нет дефектных ведомостей, правильно, качественных. Совершенно верно. То, как они составляются, но это, мягко говоря, саботаж. Что такое дефектная ведомость? Дефектная ведомость, это некий документ, составленный в виде таблицы. В одном таблице написано вид дефектов, то есть какой он, что мы видим. Видим мы его, собственно говоря, визуально, но нет в этой ведомости карты дефектов. Что это значит? Она составляется до ремонта дороги? Естественно. И вот под эти причины, то есть под эти дефекты мы прописываем в последнем столбике, назовем так, уж детально, да, говорю, саму технологию, то есть прописываем техническое создание. Что делать-то с этим будем? То есть есть ямы, канавы там, выбойные и прочее. И по каждому вот такому дефекту прописывается своя технология? Потом составляется смета, сколько все это стоит? В идеале, в идеале. Как у нас? У нас создается ощущение, что есть деньги, есть квадратные метры. Делим деньги на квадратные метры, собственно говоря, и в обратную сторону мы начинаем составлять все эти документы. Понимаете, в чем проблема? Под эти квадратные метры мы выбираем нужную технологию. Из этой технологии мы кое-что выбрасываем. То, что, ну, собственно говоря, удорожало вы ее, потому что квадратные метры мы количество вообще уменьшить не можем. Это печально. Уже Виталий Брам об этом говорил. Я вообще за то, чтобы ремонтировать мало, но качественно. Поверьте мне, да, я понимаю, конечно, что у нас очень много улиц Комсомольских будет, но поверьте, вот мне, предположим, мы сделаем в этом году один раз дорогу хорошо, которую 4 года, мы подходить к ней не будем. Точно не будем? А давайте многое качество. Не будем? Не будем. Я за то, чтобы многое качество. Она выдержит 4 года. Я вот вспоминаю, знаете, что вот зимой у нас был министр Маштагорский такой. Да, был такой. Он вот говорил про нанотехнологии всякие. Это где сейчас Поршнев? Где сейчас Поршнев, да. Он говорил про метод холодной регенерации. Как раз-таки он заявлял на презентацию вот этого проекта БКД, безопасной качественной дороги, и комплексного развития агломерации кировской, про метод холодной регенерации на отрезке Киров-Русская. То есть там хотели его испытать. Но ведь не испытали. Но вот вопрос, почему? Так, мы сейчас завершаем этот час. Давайте так. Вот смотрите. Шамиль Бузиков говорит, лучше мало, но капитально. Багир Багири Шарифов говорит, много и капитально. А Виталий говорит, ребята, давайте мы сейчас хотя бы. Мы живем в реальности. Мы живем в реальности, чтобы не были все улицы Комсомольскими. Давайте сейчас выгладим, а там посмотрим. Не посмотрим, а там заставим федеральную власть изменить, нормативовать отчисления сакцизов, заставим федеральную власть дать больше денег по какой-то новой федеральной программе, потому что иначе можно объявлять вот чрезвычайное положение в стране. Все, первая часть... Чрезвычайное положение следует. Я голосую с этого парня. Я за этого парня голосую. Сейчас новости тематические программы рекламы. В 12.06 продолжим. Урбан. Программа о городских проектах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова